Библейский портал экзегет.ру представляет 39 глава книги пророка Исаии Я, Андрей Десницкий, читаю свои переводы для библейского портала экзегет и слегка их комментирую 39 последняя глава в первой части книги Исаии Какая-то она странная Вот 36, 37, 38 очень хорошие главы, просто прекрасные легко читаются, из них много интересного можно извлечь истории про то, как сначала на Иерусалим нападала сирийская армия а потом на пророка, на царя Хиския нападала смерть и Господь избавил от того и от другого в тот момент А 39, вот тревожная какая-то глава Зачем она? Подумаем, когда прочитаем После этого Хиския выздоровел, поблагодарил Бога Вавилонский царь Миродах Баладан, сыр Баладана отправил Хиския письмо и подарки, поскольку узнал, что тот был болен и выздоровел Какой дружелюбный вавилонский царь Читатель, наверное, уже доказывается, что именно вавилонские цари и войска возьмут и уничтожат Иерусалим Ассирийские не смогли, вавилонские смогут, но это произойдет еще примерно через полтора века А пока это небольшое государство, которое никому не угрожает И с Сирией его, конечно, не сравнить Пока не сравнить Хиския обрадовался послам, показал им свою серебряную и золотую утварь При благовонии, умощении, оружейную палату и все, что только было в его сокровищницах Во всем дворце и царских владениях Хиския не осталось ничего такого, чего бы он им не показал Товар лицом Все-таки у него маленькое царство Вавилон все-таки гораздо значительнее и больше Он, конечно, с Ассирией пока по мощи и влиянию не сравнится Но надо же показать Вот до сих пор Ассирия, Египет, Ассирия, Египет, Египет, Ассирия А там где-то еще есть Вавилон, он растет как следующая мировая империя Представьте себе, вот мы с вами, я записываю это в начале 21 века А какая мировая империя будет через 100 лет? А какие будут войны? А кто будет от кого зависеть? Мы даже не догадываемся Хотя, наверное, это будущая мировая империя сейчас уже есть на карте Это будущая великая держава Вот тогда тоже не догадывались, хотя читатель книги уже может понять Ага, себе на беду показал, что есть чем поживиться Хотя тогда еще хорошие отношения Тогда еще никакой угрозы Вавилону нечем завоевывать Иерусалим И далеко он слишком А пророк, он на то и пророк, чтобы он привел дальние последствия Причем не только благоприятные Пророк Исаия пришел к царю Хискея и спросил Что говорили эти люди, откуда пришли к тебе? Хискея ответил Они приходили ко мне из далекой страны, из Вавилонии Исаия спросил А что они видели в твоем дворце? Хискея ответил Так как горделивый тон слышится Они видели все, что только есть в моем дворце Среди моих сокровищ не осталось ничего такого, чего бы я им не показал Тогда Хискея сказал Исаия Выслушай слово Господа воинству Врядут дни, когда все, что только есть в твоем дворце Что накопили твои предки до сего дня Будет унесено в Вавилон Ничего не останется, так говорит Господь А из числа твоих потомков, которые произойдут от себя Будут братьевнухов для дворца вавилонского царя Евнух, ну то есть оскопленный юноша Который может находиться на женской половине царского дворца Много таких было На древнем Ближнем Востоке И поэтому они Вроде и важную должность занимают Но понятно, что не совсем Та должность, о которой мечтают люди Хискея ответил на это Исаия Вот кто читал Понятно, я не удивлю А вот кто не читал и не видит перед собой текст Что может ответить Хискея на такое пророчество Все это будет унесено в Вавилон Вавилон поработит тебя Только что избавились от Осирии Молитва о том, чтобы Господь спас от Вавилона А просьба объяснить, чем он так провинился За что такое наказание для него Нет, даже близко Хискея ответил на это Исаия Во благо то Слово Господне, которое ты мне передал И добавил По крайней мере в мои дни будут мир и спокойствие Зачем здесь эта глава? Ну, сказать, что Исаия, великий пророк, предсказывал Вавилонский плен И все, что мы будем читать, начиная с 40-й главы Будет про Вавилонский плен, его преодоление, его последствия Да, вот плавный переход тема До сих пор никакого Вавилона Ну, почти Чуть-чуть было, но почти не было в книге А теперь только Вавилон, Вавилон, Вавилон Осирия, прощай А Вавилон, здравствуй Такой переходный эпизодик, да? Но все-таки книга, она же не билетристика Книга Исаия Она построена по каким-то, в том числе и внутренним глубинным смыслам А не просто, надо сменить тему, давайте вот ведем элегантно так тему Вавилона Вот смотрите, Хискея у нас в 36, 37, 38 главах был, ну, может быть, не идеальным царем, но почти Царем глубоко преданным Богу Царем, который свой народ вот оберегает, старается как-то его охранить Молится очень горячо и просит об избавлении своего города Надо благодарить за исцеление свое А тут он предстает каким-то очень ограниченным Во-первых, хвостуном Во-вторых, человеком, который спрятал свою голову в песок И не думает о том, что будет после него Все показал Вавилонским послам для начала Похвастался, какой он богатый Они смекнули, ага, здесь есть чем поживиться Надо будет передать нашим А во-вторых, когда ему сказали, что это будет потомством твоим Он говорит, а, ну, в мои дни будут мир и спокойствие, отлично Мне плевать, что будет после меня Зачем показывать такого Хискея? Ну, может быть, для того, чтобы дать его портрет более выпуклый, рельефный Библия вообще в этом смысле уникальный текст Подумаем, что все-таки эти строки писались больше двух с половиной тысяч лет назад Произносились, записывались потом И трудно найти в древней литературе настолько разнообразный характер До какой-то там поздней античности Обычно все-таки вот там мерзавец, мерзавец, герой, герой и так далее А вот Хискея с одной стороны герой, с другой стороны очень ограниченный и недальновидный царь Но еще, может быть, для того, чтобы показать, что драма отношений между Богом и его народом А также между Богом и всем человечеством Она не ограничена какими-то узкими временными рамками, поколениями, отдельными людьми Что это работает на дальние дистанции Вот придет время, и будет другая подобная ситуация Придет время, и другие люди на месте Хискея иначе себя поведут И Вавилон сумеет сделать то, чего не сумела, но хотела сделать Ассирия А Исаия человек, который все это себе представляет То есть пророк это человек, который возвышается над этой хронологической линейкой Где идет полномерное движение от более раннего к более позднему И умеет связать вещи, которые вот даже на полтора века отстоят друг от друга И до которых Исаия, конечно, не доживет до этих событий сам лично Может быть, это еще и о том, что история этого самого израильского народа А, наверное, любого народа, просто израильский народ, как я уже говорил не раз Это полигон, это такое опытное поле Бога Так вот, эта история полна, с одной стороны, героических великих деяний Ну или наоборот, там, брачных черных провалов И какой-то мелочной ерунды Вот этого пустого хвостовства Вот этого недальновидного нежелания думать о том, что будет после него Что это не история таких трагических великих фигур Из которых одни, допустим, положительные, другие отрицательные Причем Хиския очень положительный герой А это вот одновременная история людей, таких, как мы с вами Сереньких, обыденных И видим, как снижается накал нашествия ассирийцев Где пламенная молитва Хиския и, в общем, его разговор с Богом Потом болезнь Хиския, где, да, он получает исцеление Очень красиво за это Бога благодарит А в конце, по крайней мере, в мои дни будут мир и спокойствие Вот, ни попытки изменить судьбу своего народа, своих потомков Ни попытки воспеть Бога за его, скажем, милосердие Или, там, его справедливость Ну, за что можно воспеть Бога? Тут много можно найти причин Вот человек, который мельчает Человек, который сходит со сцены Еще живой, еще царь Ну, уже в каком-то смысле удаляется с нее Он уже не пытается мыслить на дальних дистанциях Он уже не складывает вот таких вдохновенных молитв Как мы читали в предыдущей главе И ничего И история народа Израиля И история вообще, вот, веры в единого Бога Это не обязательно история великих провалов и великих взлетов Это история, в том числе, чего-то, может быть, очень серенького Простенького, непритязательного Но это тоже важно И от этого нам тоже никуда не деться Может быть, для того, чтобы и оттенить вот этот Особый совершенно статус Эту удивительную роль, которую играет пророк Исаия Дан здесь царь, который вот такой рухлевый в этой главе При том, что вообще обычно очень энергичный И очень благочестивый человек Не знаю В любом случае 39 глава, мы завершили ее чтение Завершает первую часть книги Исаия Я напомню, что это конец 8 века Это Иерусалим, Иудейское царство, Северное царство Израильское со столицы в Самаре Разрушено, уничтожено ассирийцами Иудей отбилось от этого Но грядет плен Не сейчас, не скоро Те беды, о которых говорил Исаия Они еще придут За те самые преступления и пороки О которых предупреждал Исаия Призывая народ к покаянию Покаяние не состоится, по крайней мере В сколь-нибудь заметной мире Для того, чтобы отвратить вот это бедствие И оно придет Оно придет в начале 6 века до нашей эры Тут у нас конец 8, здесь начало 6 Иерусалим будет разрушен Вавилонинами теми самыми Значительное число иудеев будет уведено в плен И о том, как из этого плена выйдет новый народ Израиля Зачем он выйдет, что произойдет с ним дальше Будут рассказывать главы книги пророка Исаии Начиная с 40-й И мы их, конечно, тоже почитаем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok